уникальная омолаживающая антивозрастная маска сегодня представляется вашему вниманию рецепт этой маски очень простой эффективность просто великолепная результат вы увидите сразу после всего лишь одного применения маска не только дает хороший результат тому же эта маска дает и приятные ощущения маска легко наносится легко смывается эффективная простая я уверена что эта маска станет вашей любимой привет мои дорогие спасибо что смотрите это видео меня зовут оксана сегодня вы узнаете домашний рецепт омоложения кожи лица который состоит из очень простых компонентов маска идеально омолаживает зрелую видающую кожу убирает дряблость кожи улучшает оттенок лица выравнивает тон кожи очень эффективно подтягивает наполняет кожу влагой и питательными компонентами так что видео будет полезным информативным устраивайтесь поудобнее всем приятного просмотра и давайте приступим для приготовления этой маски нам понадобятся сухие сливки либо обычное сухое молоко добавляю одну столовую ложку сухих сливок следующий ингредиент для приготовления этой маски нам понадобится пероксид или другое его название перекись водорода продается в аптеке используйте для приготовления домашних масок трехпроцентную перекись водорода добавляю две столовые ложки перекиси водорода и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для приготовления сегодняшней маски нам понадобятся обычные дрожжи. Дрожжи лучше всего использовать быстрые живые дрожжи. Если у вас есть под рукой сухие дрожжи, то лучше всего использовать их. Также для этой маски подойдут и дрожжи из брикетов. Добавляю 1 столовую ложку дрожжей. Дрожжи добавляю без горки. Добавляю 1 столовую ложку дрожжей. Следующий ингредиент для приготовления этой маски нам понадобится витамин D. Витамин D очень хорошо питает кожу. Также воздействует на регенерацию клеток кожи. Если у вас есть витамин D в капсулах, можно использовать его, добавив всего лишь одну капсулу. Если у вас витамин D в обычном масляном составе, то достаточно трех капель. Затем нужно все очень хорошо перемешать. Добавляю 1 столовую ложку дрожжей. Добавляю 2 столовую ложку дрожжей. Прошло 5 минут и маска готова к применению. Пошли пузырьки и очень приятный запах. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней. Лучше всего эту маску использовать в утреннем или дневном уходе за зрелой, дряблой и увядающей кожей. после очищения кожи лучше всего хорошо распарить кожу лица так чтобы поры были открыты и нанести эту маску в два слоя после нанесения первого слоя по кожным массажным линиям дайте примерно одну-две минуты на впитывание взаимодействия с кожей первый слой этой маски очень быстро впитается затем нанесите второй слой после нанесения второго слоя держать эту маску нужно не менее 25 минут момент нанесения этой маски лучше всего принять горизонтальное положение после истечения этого времени промокните кожу лица влажным махровым полотенцем и легкими круговыми движениями по кожным массажным линиям сделайте влажными теплыми руками легкий массаж после того как нам маска размякла смойте ее теплой водой затем ополосните кожу лица прохладной водой эта маска требует дополнительного тонизирования кожи поэтому после того как ополоснули кожу лица прохладной водой протрите кожу либо кубиком льда с заваренными лекарственными травами либо протрите ватным диском смоченным тоником домашнего приготовления рецепт которого вы можете также найти в первом закрепленном комментарии после тонизирования кожи нанесите легкие увлажняющие или питательный крем использовать эту маску для профилактики появления новых морщин нужно один-два раза в неделю маска идеально подходят для всех типов кожи обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями мамами подругами для того чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложение кожи лица в домашних условиях всем мира добра и красоты а с вами была оксан увидимся завтра всем всего хорошего пока пока